всем привет и добро пожаловать на мой канал youtube сегодня очень востребованная тема у нас с вами потому что вы давно просили меня снять ролик о том где я ищу и покупаю секонд и винтаж и не зря ведь именно секонд и винтаж стали неотъемлемой частью моего персонального стиля я просто не могу представить себе свой гардероб без них я обожаю искать покупать и создавать образы включая в них вещи из секонда или винтажные вещи потому что такие образы получаются поистине уникальными перед тем как мы приступим непосредственно к теме ролика давайте поговорим немножко терминологии потому что очень часто люди путают эти два понятия или понимают их неверно многие думают что винтажными вещами можно называть только те вещи которые были произведены в начале двадцатого века они обязательно должны быть какими-то уникальными дизайнерскими или дорогими а некоторые винтажом называют вообще все вещи которые чуть старше пяти лет и то и другое не совсем верно потому что современное понятие винтаж включает себя вещи которые были произведены по времени 20-30 лет назад и тут вы только вдумайтесь вещи которые были произведены в конце девяностых и начале двухтысячных на самом деле уже вполне могут считаться винтажными и они должны удовлетворять одному очень немаловажному критерию они должны быть отражением стиля той эпохи и должны соответствовать духу того времени когда они были созданы если вы чуть-чуть знакомы с историей моды я думаю вы примерно понимаете что каждая декада двадцатого века имела свои определенные характеристики это были стили стилевые направления это были крои фасоны это были ткани это были иногда даже принты цветовые сочетания какие-то именно по этим характеристикам мы сейчас наше время можем понять что например вещь была скорее всего создана в шестидесятых или восьмидесятых или она сшита в стиле восьмидесятых секондом же называется вещи бывшие в употреблении и чаще всего они используются в контексте вещей современных то есть созданных в последнее десятилетие сейчас винтаж и секонд как никогда популярные и судя по прогнозам популярность будущих годах будет только расти и объем употребления секонда и винтажа в европе и америке с каждым годом все больше и больше россия тоже подтягивается но с чем же связана такая большая и быстро растущая мода на винтаж и секонд потому что это действительно мода сейчас модно говорить что вот это я купил винтажки а это мой любимый секонд эту сумку я взяла из гардероба бабушки если мы с вами говорим про винтаж что то что мы видим последнее время на подиумах это всего лишь переработанные идеи различных декад двадцатого века то есть дизайнеры модные дома уже давно не предлагают нам ничего нового а вдохновляется тем что уже было здесь мы задаемся вопросом зачем нам покупать новодел какой-то да еще и не всегда адекватный по цене если мы говорим про люкс когда мы можем пойти например тот же самый винтажный магазин и купить там пиджак очень похожий по крою фасону и стилю на то что мы видели в последней коллекции dior вторая причина в том что эти вещи поистине уникальны винтажные вещи я имею ввиду это не какая-нибудь кофточка из zara в которой например сейчас сижу я и в которой в помещении теоретически могут находиться еще пять девушек совершенно спокойно винтажные вещи вы конечно скорее всего больше никого не встретите и как раз таки если вы ищете стержень какой-то такой вот уникальный своего собственного стиля я рекомендую вам обратить внимание именно на винтаж ну и они обычно очень качественные то есть эта вещь пережила десятилетия она дошла до винтажного магазина у вас есть сейчас возможность ее купить и она довольно в неплохом состоянии чаще всего эти вещи сшиты по человеческим по женским меркам учитывая все особенности женской фигуры они как современные вещи которые шьются на просто усредненные фигуры чтобы охватить большее количество потребителей популярные же секунды как мне кажется связано больше со многими социальными проблемами процессами например высокий уровень жизни жителей экономически развитых стран который позволяет им менять гардероб один а то и несколько раз в год соответственно вещи не успевают износиться они еще в очень хорошем состоянии и с другой стороны бедность людей стран третьего мира которые зачастую не могут позволить себе новую одежду это безусловно и проблемы загрязняемости окружающей среды и перепотребления а также тренд на осознанное потребление поскольку производство одежды это вторая по загрязняемости окружающей среды отрасль производства после сельского хозяйства и многие люди просто не хотят покупать например в том же масс-маркете еще больше новой одежды тем самым провоцируя новое новое производство причин может быть множество на самом деле и вы сами для себя выбираете или уже выбрали какие-то из них я для себя определил две основные причины первое это конечно же осознанное потребление поскольку моя работа косвенно связана со сферой моды и я чувствую на себе весь этот груз ответственности я всегда стараюсь людям объяснить что не стоит бессмысленно покупать покупать и покупать стоит остановиться и задуматься и иногда как раз таки классно купить что-нибудь секунди винтаже потому что такие вещи действительно уникальные именно этот поиск оригинальности своеобразный трепет перед наследием прошлого и заставляет меня искать все новые места и некоторыми из них я хочу поделиться сегодня с вами для начала давайте поговорим о том где же искать люксовый секунд и винтаж и первый сайт про который хочу рассказать это сайт 200 коллектив точка ком может быть многие из вас о нем уже слышали это действительно очень хорошая база люксового винтажа и секунда который обновляется каждый день и по сути это такой своеобразный рынок который объединяет частных продавцов и какие-то маленькие магазинчики вы можете как покупать так и торговать на нем и этого сайта есть одна очень классная особенность если вы покупаете товар перед тем как с вас будут окончательно списаны деньги переведены продавцу и вам товар так придет вещь отправляется непосредственно сам вестер и эксперты устанавливают ее подлинность то есть проводят ее аутентификацию это очень сильно снижает риск купить какую-то подделку или фейк потому что вы знаете что шопинг в интернете особенно с рук он на очень рисковый в этом плане давайте я вам быстренько покажу как работает этот сайт и какие-то особенности шопинга именно на нем ну что мы с вами на сайте вестер коллектив и полный доступ ко всему ассортименту сайта вы получите только после регистрации она здесь обязательны смотрите наверху у нас есть разные вкладки например новинки можно сделать поиск по дизайнера мужское женское и отдельно стоит вкладка винтаж давайте сразу сюда перейдем тоже по дизайнера можно поискать а можно по категориям товаров давайте например посмотрим сумки сумки конечно же в основном известных брендов это луи это шанель это dior фенди и так далее можно найти ту которая вам нравится рассмотреть ее поближе пример давайте с вами посмотрим lady dior сразу обратите внимание стоимость сумки плюс 999 евро вы платите в качестве аутентификационного сбора как раз таки про что я вам говорила чтобы подтвердили подлинность этой сумки и доказали что это не фейк сразу же можно посмотреть различные фотографии очень часто продавцы фотографируют бирки и серийные номера также можно посмотреть какие-то недочеты если они имеются а если они не сфотографированы можно вот здесь в этой секции списаться с продавцом и задать ему вопросы спросить если какие-то царапины или потертости какие-то недочеты на этой сумке обычно продавцы всегда идут навстречу также можно почитать всю дополнительную информацию от аварии и И посмотреть статус продавца. Например, посмотрите, это у нас продавец очень активный, он уже продал 71 товар. Посмотреть всю информацию об оплате, посмотреть всю информацию о доставке, о том, есть ли возврат или нет и так далее. Ну и, конечно же, здесь можно искать second. Например, вот вкладка new in, это то, что было добавлено на сайт буквально недавно. И здесь у нас тоже, посмотрите, какое огромное количество всего. И у меня, например, в моем вышлисте можно добавлять вещи вышлист, если вы не уверены, хотите ли вы сразу их купить или нет. У меня в вышлисте одни блейзеры. Я очень люблю блейзеры, у меня в основном, конечно же, винтаж. Посмотрите, какой прекрасный блейзер Yves Saint Laurent. Просто красота. В отличном состоянии, очень актуального фасона, я, наверное, его все-таки куплю. Второй сайт, про который, я уверена, знают все, но, может быть, не все знают, что недавно совсем он стал торговать как раз-таки люксами и винтажом, или, как они называют, pre-owned вещами, это сайт farfetch.com. Там тоже уже есть вполне неплохая база, где можно найти огромное количество действительно уникальных товаров. И главное отличие от того же Vestiair Collective в том, что вещи уже находятся на складе Farfetch. Они уже прекрасно отфотографированы на моделях в хорошем свете. Вот эти мне, кстати, Vestiair не всегда нравятся тем, что иногда невозможно понять, как на тебя сядет вещь, потому что ты элементарно не видишь, как она сядет на другом человеке. Ну и фотографии иногда по свету, например, оставляют желать лучшего. На Farfetch, конечно же, все это сделано более профессионально, но мне кажется, что и цены там чуть-чуть подороже. Иногда там можно найти такие цены, как 15 тысяч или 20 тысяч долларов за уже, по сути, поддержанные вещи. Думаю, многие знают, как пользоваться этим сайтом. И вот та вкладка, которая нас интересует. На русской версии сайта она называется архивной коллекции, на английской она называется pre-owned вещи. И мы видим с вами, что они тоже делятся на дизайнеров, то есть можем с вами посмотреть и поискать вещи по конкретным дизайнерам. Можем посмотреть все товары, там будет в том числе и секонд, и можем перейти непосредственно в винтаж. Давайте посмотрим с вами, например, одежду в этот раз. Винтажная одежда. И, как я говорила, уже все отфотографировано на модели в прекрасном свете. Можно посмотреть вещь досконально со всех сторон. Давайте, например, с вами откроем вот это замечательное платье в Saint Laurent 90-х годов. Эксперты уже примерно определили или точно определили дату выпуска вещи. И вот, как я и говорила, можно посмотреть просто со всех сторон эту вещь, можно приблизить, посмотреть спереди, сзади, сбоку. Очень удобно, в отличие от Vestera, потому что вы сами видели какие там фотографии. Также люкс можно найти на таких сайтах, как eBay, люкс можно найти даже в Инстаграме. Но я не рекомендую покупать люксовые вещи на сайтах, где вы точно не сможете подтвердить подлинность этой вещи. Поэтому покупайте люкс только на проверенных площадках. Теперь давайте поговорим про Vintage No Name и Second. И один из любимых сайтов моих, где я очень часто покупаю вещи, это сайт Etsy.com. Etsy это сайт электронной коммерции по типу eBay, где очень много тоже разрозненных частных продавцов и маленьких магазинчиков. Сайт Etsy. Специфика поиска здесь немножко отличается от предыдущих сайтов, потому что он не специализируется на продаже Second и Vintage. Здесь совершенно разные есть товары, категории товаров. И, конечно, нужно искать. Самый простой поиск это через ключевые слова. Здесь наверху вбиваете ключевые слова. Давайте с вами представим, что мы, например, ищем пиджак винтажный 80-х годов. Мы с вами так и вбиваем. Blazer, 80-й, Vintage. Я, кстати, рекомендую искать по-английски, делать запрос на английском языке, потому что на русском количество найденных товаров может быть очень ограниченным. И здесь, обратите внимание, с левой стороны мы можем категоризировать наш поиск. Например, посмотреть бесплатную доставку, есть или нет. Выбрать цену, сделать ограничение по цене, местонахождение магазина. Я, например, всегда ставлю Европу, чтобы не платить налог. И тип изделия поставить. Ставим винтаж. И после этого мы начинаем с вами просто искать то, на что упадет у нас глаз. Мы смотрим, выбираем и рассматриваем каждый товар поближе. Например, давайте откроем вот этот crop blazer и посмотрим его. На первый взгляд неплохо, но нужно отсмотреть обязательно все фотографии, потому что вот, например, посмотрите. Я уже вижу, что здесь на рукаве есть небольшая дырочка, а на втором рукаве еще больше дырочек и пятно. Но меня, например, такое не устроит, даже за 29 евро, а я такую вещь покупать точно не буду, потому что я не хочу заниматься ее починкой. Но здесь можно почитать полностью все про данный товар. Можно посмотреть продавца, можно написать ему. Давайте я вам лучше покажу, что у меня вкладки избранные, потому что я туда уже отобрала интересующие меня товары. У меня, вот смотрите, есть бизик по блузкам. Я сохраняю себе сплошные блузки по пиджакам. Например, давайте посмотрим вот этот по каким-то кардиганам, по украшениям. В общем, я захожу, вбиваю какое-то ключевое слово и сохраняю себе все, что мне более-менее понравится. И над покупкой чего я бы хотела подумать. Давайте посмотрим, например, вот этот blazer. Мне очень нравится он и по форме, и по цвету. Он плотный, структурный, форму держит и нет никаких недочетов, видимых в нем. И, кстати, по-моему, это неплохой магазинчик, который мне нравится очень своим ассортиментом. Я часто, если мне нравятся фотографии, например, или вещь, перехожу непосредственно на сам магазин, на его страничку и смотрю, что еще интересного есть. Что еще у меня интересного в избранном? Это, конечно же, украшения. Например, у меня есть любимый магазин с украшениями винтажными, где можно найти вот такие сережки замечательные, такие замечательные подвески, цепочки толстые, да, то, что все ищут сейчас. Следующая и последняя площадка, это, конечно же, Instagram. В Instagram сейчас такое количество шикарных, концептуальных, винтажных магазинов, где вещи, перед тем, как попасть туда, проходят строжайший контроль. Если вам нравится вкус владельца магазина, вы действительно можете смело покупать все, что он продает. У меня есть пара таких магазинчиков, где я постоянно пытаюсь совершить покупки, но просто не успеваю, потому что все, что девчонки выкидывают в продажу, моментально становится sold out. Это, кстати, еще один такой момент, когда вы шопитесь онлайн, покупаете винтаж или секонд, это обычно товары в единственном экземпляре. Думать долго иногда нельзя, особенно если вы знаете, что это очень популярный магазин. Поиск винтажа в Instagram осложняется тем, что вам нужно найти хороший магазин, но облегчается тем, что если вы нашли этот хороший магазин, вам, по сути, больше ничего и не нужно искать. Например, я подписана на, наверное, 10 или 15 классных винтажных магазинов, я постоянно слежу за их ассортиментом. Например, один из этих магазинов это вот Lady L Vintage Co. Обычно у хороших магазинов есть свой сайт, вы можете сразу же кликнуть по ссылке и перейти, посмотреть весь ассортимент, но можете смотреть ассортимент в Instagram. Я ищу ассортимент, который будет удовлетворен моему вкусу. Я не подписываюсь на магазины, которые продают все подряд. Мне важно, чтобы была красивая эстетическая картинка и вещь была красиво подана, чтобы я примерно понимала, в какой образ я смогу ее вписать. Следующий магазин, который мне безумно нравится, это Retold Vintage. У них тоже есть свой сайт, и это как раз-таки тот магазин, где все раскупается, не успев поступить в продажу. Есть какие-то остатки, их не очень много обычно. Давайте посмотрим, что новенького есть. И как мы с вами видим, практически ничего, потому что все уже скупили. Видите, везде sold, sold, sold. Только какие-то единичные вещи остались. Тоже прекрасный магазин, очень концептуальный, очень минималистичный, с такой ноткой маскулинности. Очень много брючных мужских костюмов, пиджаков, пальто и так далее. Посмотрите, какая красота. Как все красиво и вкусно отфотографировано. Я обязательно оставлю вам ссылки на все эти классные магазинчики в описании под видео. И здесь нужно искать, потому что, как я вам и говорила, магазинов классных очень много. Они все очень особенно, очень концептуальны. И смотрите, да, у покупки вещей через Instagram есть, конечно, своя специфика. Очень много мошенников, на которых легко нарваться. И здесь вам не поможет ничего, к сожалению. Может быть, несколько советов, которые я вам дам, облегчат. Я всегда стараюсь оплачивать через какую-то систему типа PayPal, которая в случае чего позволяет подать жалобу и, возможно, вернуть свои деньги. То есть просто так на карточке никому ничего лучше не перечисляйте. Следующее это не покупайте сразу, последите за аккаунтом какое-то время. Посмотрите, как человек его ведет, активно, неактивно. Сколько времени он ведет этот аккаунт. Несколько недель, несколько месяцев или лет. Как часто обновляется ассортимент. Есть ли какие-то отзывы, например. Спешите с человеком и попросите предоставить больше фотографий понравившейся вещи. Если вещь реальная, он без проблем это сделает. В любом случае онлайн-шоппинг это в принципе риск, а онлайн-шоппинг винтажа и секонда это еще больше риск. Поэтому я всегда говорю всем, что если вы не уверены или не готовы, лучше не покупайте. Потому что чаще всего нет возможности вещь вернуть. Вы покупаете с рук. Возможно, вы не можете предугадать, как она на вас сядет. Потому что вы не знаете, какие фасоны вам подходят или не подходят. Вы не уверены, впишется она в ваш гардероб или нет. И тут, конечно, стоит 10 раз подумать, прежде чем совершить покупку. Также будьте готовы к тому, что такие вещи очень часто приходится ушивать, подшивать под себя. И в этом нет ничего страшного. Наоборот, это замечательно. Все винтажные вещи, которые я покупала и переделывала под себя, в итоге служат мне верой и правдой. И я их обожаю, потому что они как будто бы по-настоящему мои что ли. В общем, осознанный шоппинг это наше все. Не покупайте вещь просто потому, что она вам очень понравилась. И потом придумываю, с чем ее носить и как ее носить. Задавайте себе перед покупкой вопросы. А на этом все. Я очень надеюсь, что ролик вам понравился и был полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях, возможно, сайты, на которых вы уже покупаете винтаж или покупали. И подписывайтесь на инстаграм, потому что там очень много полезного и интересного. В том числе я выкладываю подборки секунда и винтажа иногда. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok